БРДМ-2Т – несколько вариантов модернизации советской БРДМ-2, разработанной в 2012-2015 годы киевской компанией ООО «НПК Тихимпекс». В 2016 году в рекламном проспекте компании было указано, что БРДМ-2Т изготавливаются из БРДМ-2 и БРДМ-2РХБ, Украина. В начале октября 2015 года представители компании сообщили, что компания продала государственному заказчику одну БРДМ-2Т и две БРДМ-2 для Национальной гвардии Украины были модернизированы до уровня БРДМ-2Т. О модернизации БРДМ-2 до уровня БРДМ-2Т было упомянуто в изданном в октябре 2012 года рекламном буклете компании «Тихимпекс». В варианте исполнения, предложенном в 2012 году, основным отличием была замена двигателя. Вместо штатного бензинового двигателя ГАЗ-41 устанавливался рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель Д245.30Е2, что позволяло уменьшить пожароопасность и несколько снизить расход топлива. Также бронемашина проходила капитальный ремонт. В качестве вооружения были сохранены 1.14,5 мм пулемет КПВТ с БРДМ-500 патронов и 1.7,62 мм пулемет ПКТ с БРДМ-2000 патронов. Кроме того, по желанию заказчика на модернизированный вариант предлагалась установка новых средств связи боковых дверей для командира машины и механика водителя. В 2013 под наименованием БРДМ-2Т был представлен новый вариант модернизации БРДМ-2. Помимо установки двигателя Д245.30Е2, на бронемашину были установлены радиостанция Р-173, передняя и задние габаритные фонари БТР-70, новые колеса с бескамерными шинами. Дополнительные колеса были демонтированы, что позволило установить трапеции видные боковые люки десанта, аналогичные БТР-70. Башня была демонтирована. В качестве вооружения были установлены 12,7 мм пулемет НСВТ и 7,62 мм пулемет ПКТ-5. Кроме того, компания сообщила о возможности установки на бронемашину боевых модулей. В октябре 2013 года эта бронемашина находилась на ремонтной базе хранения компаний в селе Засупаевка Киевской области и по некоторым сведениям, предназначалась на экспорт в Судан. 22 сентября 2015 года на проходившей в Киеве оружейной выставке «Сброя от обеспека-2015» под индексом БРДМ-2Т была представлена еще одна машина, со штатной башней БРДМ-2, прямоугольными боковыми люками по типу БРДМ-2ЛД, новой пятиступенчатой коробкой переключения передач, бескамерными шинами ИР-20 производства украинской компании «Росава», новой радиостанции «Моторола» ДМ-4601 и возможностью установки изнутри корпуса дополнительной противоосколочной защиты из не менее чем пяти слоев баллистической ткани типа «Кевлар». Кроме того, при необходимости на бронемашину могут быть установлены новые автомобильные фары. 20 февраля 2017 года была подана заявка на получение патента и 10 августа 2017 года вариант модернизации был запатентован. В том же 2017 году компания получила свидетельство о регистрации БРДМ-2Т, в соответствии с которым Министерство обороны допустило бронемашину к опытной эксплуатации в Вооруженных силах Украины. В начале октября 2018 года был представлен демонстрационный образец БРДМ-2Т, оснащенный комплектом навесной бронированной защиты Янгол, в виде набора установленных на бронекорпусе прямоугольных перфорированных металлических пластин общей массой 580 кг. Субтитры создавал DimaTorzok